Здравствуйте, товарищи! Артём Сергеевич Иванюк, город Электросталь, АО Металлургический завод Электросталь, инженер. Работаю в Центральной исследовательской лаборатории уже 8 лет. В нашем предприятии есть профсоюз, Горно-Металлургический профсоюз России, первичная профсоюзная организация с профсоюзным членством 97%. С тех пор, как пришел в рабочую партию России и получил базовые знания по профсоюзной работе, начал активно работать в своем профсоюзе. Бытует некоторое мнение о том, что в желтом профсоюзе работать не надо, нужно создавать какой-то альтернативный профсоюз. Но в нашем случае считаю необходимым продолжать работу в том профсоюзе, который есть, следующими способами. Законодательство нам позволяет переизбирать председателей цеховых комитетов, в том случае, если эти председатели не защищают интересы работников цеха. А следующим шагом будет переизбрание самого председателя первичной профсоюзной организации. Таким образом, мы можем собрать боевой профсоюз и бороться за продвижение коллективного договора, отражающего коренные интересы работников завода. Основная проблема на сегодня следующая. Работники боятся заниматься профсоюзной борьбой, боятся банально открыть трудовой кодекс и почитать законодательство для того, чтобы знать, какие у них есть возможности дальнейшего развития. Поэтому я в первую очередь призываю дойти до ближайшего киоска, заплатить 50 рублей и прикупить небольшую книжечку под названием «Трудовой кодекс Российской Федерации». Это первый момент. Для того, чтобы двигаться дальше в том профсоюзе, который у вас уже создан с большим профсоюзным членством, необходимо достать документы, такие как устав профсоюза, и посмотреть, какие права и обязанности у члена профсоюза данной первичной профсоюзной организации. Для чего? Вот, например, у нас в уставе ГМПР записаны следующие обязанности члена профсоюзной организации – это содействие профсоюзному комитету в разработке, заключению и контролю за коллективным договором. Это говорит о том, что вы на вполне законных основаниях можете разработать совместно с Фондом Рабочей Академии свой проект коллективного договора и потихонечку перетягивать на свою сторону людей, то есть заручаться поддержкой. А в ходе общения с людьми пояснять по каждому пункту, почему необходимо снижение рабочего времени до 6 часов, сохранение заработной платы и повышение цены рабочей силы до ее стоимости. Для того, чтобы улучшать условия труда путем сокращения рабочего времени, мы таким же образом будем сокращать вредность. То есть работник будет работать в менее вредных условиях. В конце концов, то в освобождаемое время работники будут направлять на свое обучение в профсоюзе, будут сплачиваться и при этом обучении, и при дальнейших действиях коллективных. И в конце концов, будут повышать цену рабочей силы до стоимости. Первое, сокращать рабочее время, а далее от экономической борьбы переходить уже к политической борьбе путем создания советов. А дальше, как мы знаем, двоевластие и установление советской власти. А можно ли это сделать без партии рабочего класса? Без партии рабочего класса это сделать нельзя, в связи с тем, что если каждый будет бороться только за свое предприятие, во-первых, не владея передовой теорией, это, я считаю, недостижимо. В первую очередь, партия рабочего класса дает знания, обучает людей. Во-вторых, она позволяет вырабатывать единый вектор развития, то есть не то, что мы в разные стороны куда-то идем, а мы двигаемся все вместе к единой цели, друг другу помогаем. Для этого существует Красный университет, в котором мы, члены рабочей партии, обязаны пройти обучение не только там отучиться, но еще и продолжать обучение постоянно, самостоятельно работать в данном управлении. В том числе и повышая уровень своих знаний, эти знания распространять и для своих коллег на заводах и фабриках, в интернете, писать статьи, писать статьи в газетах, в том числе и записывать видеоролики, то есть распространять эти знания как можно дальше и глубже. Уважаемые товарищи, призываю вас вступать в рабочую партию России и бороться за коренные интересы рабочего класса. За возрождение советской власти! Субтитры создавал DimaTorzok